Мы вас приветствуем в Германии, в северной Ренвестфалии. И по географии, как вы знаете, мы перемещаемся, центр современного искусства ездит по миру. И вот сегодня мы приглашены в такую прекрасную арт-галерею, которая называется Нона-Арт. Это город Калькар. И мы приглашены на открытие такого восточного арт-проекта, который называется «Искусство войны по философию Сюн-Дзи». Нона – это состоявшийся художник, который целый год посвятил тому, чтобы самовыразиться в общении с этим великим человеком Сюн-Дзи. Он свою философию как бы раскрыл на весь мир. И те люди, которые ловят драгоценные выдержки, драгоценные мысли этой философии, они делаются более мудрыми, более счастливыми и могут разговаривать на языке, который понятен людям всего мира. Очень много картин сделано за этот год, и мы были свидетелями, мы, Елена Ильичева и Владимир Ильичев, были свидетелями того, как рождался этот проект. Он рождался от мыслей, от визуальной формы из-под кончика карандаша и потом выходил или на маленький холст, или на большой холст. Вот, допустим, вот эти тюльпаны, которые были сорваны и брошены в большой штоф, опадающие и расцветающие. Здесь философия «Красота спасет мир». В общем-то, после того, как мы посетили эту выставку, мы улучшились, мы стали более благородно мыслить и увидели такие стороны жизни, которые для нас были тайны. И вот мы сейчас просим у самой художницы, у Ноночки Биттер, рассказать нам, откуда к ней из общего потока информационного пришел такой восточный, целенаправленный на доброту этот проект. Вот мы сели попить кофеечек с самим автором этого проекта. И вот я хочу обратить ваше внимание на то, как Нона свои мысли зарисовывала и записывала во множество-множество визуальных форм графических. Вот. То есть приходит мысль по поводу и расскажи, Ноночка, как двигался твой проект, откуда он начался и как он родился. Проект. Ну, как бы назвать это проектом, проект, я все-таки его внесла попозже. Сначала мысль, потом слово. Все это зародилось из одной фразы. У меня были такие некоторые переживания по поводу дальнейшего в искусстве и в личной жизни. Услышала хорошую фразу и просто я поинтересовалась, кто, вообще, кому это принадлежит. Фраза была такая, если блюют тебе в спину, знай, что ты впереди. Мне было очень интересно, кто это вообще сказал, откуда берутся ноги. Потихонечку я вышла на Конфуцию, потом я вышла на Суньзи. Суньзи мне был очень, как бы, заинтересовал очень само искусство войны. Я прослушала несколько лекций, послушала китайских ведов. Я взяла книгу, сначала аудиокнигу. И при том, когда я ее прослушала, это было практически каждый день по утрам. И мой блокнот лежал рядом, и у меня просто какие-то ассоциативные картинки постоянно выходили. И я тут же записывала и зарисовывала, просто не думая ни о чем. Я просто прорабатывала в себе то, что я прослушивала. В течение двух недель у меня просто блокнот заполнился всеми теми картинками, эмоциями, какими-то своими собственными дополнениями. И я поняла, что, в принципе, у меня сложился целый проект, о котором я могу поговорить. Потому что в течение прослушивания я еще много записывала своего, как бы я решила эти проблемы. И я поняла, что суть моего проекта — это не только искусство войны, как воевать, но я считаю, что у каждого человека происходит внутренний войн с самим собой. И при этом я как бы поняла, что и свои личные войны можно решить с помощью тех трактатов, которых я прочитала, которые я поняла для себя самой. И вот так родился этот проект. Как бы сейчас я могу назвать это проектом, для меня тогда это не был проект, это был как бы разговор с самим собой, решение своих собственных проблем, решение своих собственных пережитых обид или там собственных врагов, выстроить свой собственный стратегический план по решению личных проблем. Сколько картин обмещает этот проект, который длился 365 дней? Если посмотреть в этот блокнот, там примерно где-то на 50 с чем-то идей, вообще идей. А картин в итоге вышло? За год готовых работ 35. 35 работ. И графики, да? Графику я не считала вообще к этим работам. Это были поисковые, поисковые темы, размышления. Да, графика. Они очень хорошие у тебя. С натуры сделаны поисковые размышления. Это настолько доверие к зрителю, это настолько откровенный разговор, что человек полностью подготовлен к тому, чтобы подойти к размеру холста 90 на 120. Да, допустим. Да, вот расскажи про эту работу, там где множество-множество девочек, детей, моют красные полы, что происходит? Да, дети моют пол. Для меня дисциплина считается одним из основополагающих развития ребенка. И с помощью дисциплины мы учимся самодисциплине. Не могу даже высказать. Для меня была идея как бы показать эту дисциплину. Все-таки ребенок, когда ему прививают эту дисциплину, он ее не желает, он не хочет. Я вспоминаю себя при уборке комнаты, что-то приготовить, подготовить и так далее. Ты же этого не хочешь, но оно тебя учит в дальнейшем. Закаляет жизненно. Да, трудно сказать, что он закаляет в дальнейшей жизни. И для меня дисциплина, действительно, это вот с чего все начинается. Не будь той дисциплины в моей жизни, я бы, наверное, не довела ее к проекту к концу. При этом дети моют пол. Это такие обязательства, которые были в Китае. В принципе, всеми домашними делами. Ну как, не всеми делами, а в помощь всегда были дети. И в больших домах, в богатых домах уборкой и метеополом занимались, полов занимались дети. Поэтому для меня, вот, показатель той дисциплины, как дети, не хотя, но и пол, устали. И вот все, да, и уходя, они делаются сильнее, мудрее и закаленнее к жизни. Правда же? И здесь уже солнечная светка. Сами того не понимают. Да, да. Ну скажи мне, для этих детей понятно, что жизнь тяжелая дорога? Ну они этого же не ощущают, что жизнь тяжелая дорога. И что все-таки вот эти преграды, которые их ожидают впереди, они уже закалены. Они уже подготовлены и щетяты трудностям. У Сюн-Дзи есть специальная выдержка, да, по этому поводу, что закаляйся с молоду, да? Нет, это там, если я сейчас зачитаю, то... Давай зачитаем Сюн-Дзи, что по этому поводу говорит. Несколько по этому поводу, а про боевой дух. Да, да, да. Утром боевой дух смел, днем он слаб, а вечером мысли обращаются домой. К чему я вела, что закалка и самодисциплина, оно в принципе сопоставимо друг другу. Когда ты дисциплинирован, ты себя контролируешь, твой боевой дух, я обращаю это на себя. У меня была дисциплина начать этот проект, он еще не закончен, я могу еще работать и работать. Но если у меня вот этот боевой дух, довести дело до конца, он все-таки присутствует. Я думаю, что я дальше буду с этим работать. Открытие выставки было очень много народу, и мы наблюдали за людьми. Все люди, подходя к этой работе, заходили на территорию спущения, потому что они не знали, как реагировать на такую одежду. Смогут ли они ее одеть на себя? Смогут ли они примерить контраст красного с синим? Смогут ли они одеть такие деревянные чопики? Работа называется «Скандал». Спросим у Ноны, почему эта работа вызывала всеобщее, не то что одобрение, а как бы парадоксальное такое замирание перед этой работой? Спросим у Ноны. Почему? Почему? Ну, наверное, во-первых, это не одеяние для человека, европейского человека. Это как бы национальные одежды Китая, кимоно. Даже не называется это кимоно, сейчас не придет в голову быстро. В принципе, не каждый человек узнает рыб на этом платье. И при разговоре, когда мы разговариваем о этой картине, человек только воспринимает, что это рыбы, и рыбу поедают друг друга. И как бы кто кого, если не ты, то тебя называется. И примерить это скандальное платье на себя, что ты находишься в центре этого скандала, что ты находишься, если ты его одеваешь, ты понимаешь, одеваешь скандал на себя, и как бы человек реагировал, как бы этот человек воспринимал этот скандал. Было бы ему хорошо, скандальный ли этот человек, или он все-таки не хочет его одеть на себя, если он не конфликтный человек. Я человек не конфликтный, но иногда хочется примерить этот кимоно. Зачем? А зачем ты хочешь примерить свою силу духа? Может быть, для того, чтобы почувствовать себя в этом скандале. Может быть, чтобы какая-то закалка у тебя появилась против этого скандала. Чтобы ты мог себя защитить. Хотя бы просто прочувствовать это, как это может быть. Когда ты находишься в скандале, ты хотя бы уже понимаешь, как тебе реагировать, как тебе быть, когда тебя осуждают. Или, допустим, сильно любят. Это тоже как-то смущает. Здесь осуждают, здесь сильно любят. Горячее, холодное. Да, когда ты стоишь посередине, и на тебя все смотрят, ты становишься в центре обозрения, это тоже как бы для меня не очень приятно. Что сказал Сунди по этому поводу? Нападение – это секрет защиты. Защита – это планировка нападения. И продолжай рассказ, пожалуйста, про эту работу, которая вот сзади меня находится. Рыбы. Почему они в таком смятении? Ну, смятение, ну, я, ну, как бы, как бы для меня не смятение. Это общественность, социум. Маленькая рыбка, голубая рыбка, она, в принципе, вместе с ними, но как бы она и не с ними вместе. Она маленькая, чтобы выбраться из сети, но при этом она совершенно другая. Сунди сказал, чем гениальнее твой план, тем меньше людей будут с ним соглашаться. Ты совсем другой. Они тебя не, как бы сказать, по-русски. Ладно, не будем. Ты отвергнутся. Но ты силен. Ты не понял, ты отвергнут, ты незамечен. Эта картина называется «Незамеченный». Тебя не замечают, потому что ты другой. Хорошо. Вот мы подошли к трем картинам, посвященным восточным воинам. Посмотрите, как Нона сделала доспехи у этих мужчин, которые внутри себя полностью цельны и полностью обеспечены философскими идеями защиты себя в военных действиях. Прежде всего, они внутри себя сильны. И вот идем дальше. Здесь прямо мчатся на нас эти воины, полностью уверенные в своих действиях. Так? И вот этот воин, конечно, просто медитативный образ любого человека, который защищает свою жизнь от нападения плохих дьявольских сил. Сейчас мы спросим у Ноночки, что она хотела нам объяснить с помощью философии Сюн Цзин в этих работах. Мамочка, расскажи нам про войну. Мои воины – это мои защитники. Я не о войне, я о своей собственной войне, я о своих размышлениях, о своих нюансах за и против. Сюн Цзин сказал, знай себя и врага, и ты не будешь рисковать в сто боях. Одержать сто побед в сто боях – это не воплощение мастерства. Воплощение мастерства – покорить врага без боя. Так сказал Сюн Цзин. Для меня, если у меня есть внутренний конфликт, то мне нужны свои собственные воины, чтобы не решить этот внутренний конфликт. Тебе нужны латы для этого? И оружие? Ну, оружие – это наше знание, оружие – это наше мастерство. Для меня не нужны меч и стрелы, но самого воплощения воина, пусть он будет воином. Да, это вот такие вот защитники. А вот, допустим, если женщина, не знакома – это не знакомый человек, которому ты не всегда можешь доверять. Я, по сути, человек, который доверяет всем и всегда. в течение своей жизни все-таки ты улучшишься осознавать, кто перед тобой всталит, в какой степени ты можешь доверять этому человеку. Не каждый красивый человек, не каждый красиво говорящий человек не будет вызывать у меня доверие. Изображен перекоды, ты все-таки научишься считывать информацию с людей и здесь о доверии. Понятно. Понятно. Мона, расскажи, пожалуйста, про своих знаменитых петухов, которые что-то делают, или дерутся, или танцуют, или летят, или исправляют пространство, или его портят. Расскажи, пожалуйста, про восточных петухов. Это омгновение. Омгновение перед боем. Захочешь ли ты вести бой, или все-таки твой бой превратится в красивый танец? Вот этот момент, момент, как бы сказать, агрессии, что держи свою агрессию в руках, держи, не дай своей агрессии перейти на бой, все-таки успокой свою агрессию. Это же очень быстрый момент, когда ты можешь сказать «стоп». И вот из этой агрессии все-таки не нападение, а перейти в пару и заключить какой-то какой-то номерный договор. Затанцевать пространство. Отличные петушки, и они настолько, как сказать, материально веришь, что они живые. Наверное, ты из детства, да, их взяла? Ты наблюдала за петухами в детстве? Ну так всю жизнь с этим выросли. Посмотрите, какие материальные лапы, они такие вот стопроцентные, и хочется погладить этих петушков, они уже глазами совершили между собой или танец, или битву за этот восточный город. Эта картина называется «Искра мгновений». Именно вот это, когда происходит вот эта искра, что вот ты сейчас выплеснишь, да, будут они сражаться? Или не будут они сражаться? Если человек видел хоть раз, как сражаются петухи, то это, конечно, очень интересно. Вон так тоже очень хорошая, она, знаете, какая-то символичная работа с петухами над дверями. В контр-журе солнце или заходит, или восходит, а они просто в состоянии... Ну, они перед... Опять-таки же, будут ли они драться или нет? Нападет ли один на другого, или они все-таки отойдут в сторону? Прибежит какая-то курочка, страшный нахуй. Я такую работу, но начну повесила, с твоей работой, там, где проплатье, как называется, проплатье работы. Ах, красно-синий. Там называется скандал, и тоже здесь синий петух нападает на красного, и вот ты выбираешь, или ты в теплой территории, или ты в холодной территории. Там есть фраза, ты видишь голубя, вопросительный знак, а он там есть. Голубь мира имеется? Да, в том-то и дело, что если кто знает, что голубь мира, то они его не ищут. Потому что там, потому что там, там этот письцайхин, ну, как символ дружбы, символ дружбы, символ мира, переходит через голубя, и в принципе, это и есть этот голубь, который там присутствует, символ дружбы. Эта стена посвящена стихиям, стихиям, восточным стихиям, стихия огня. Расскажи, мамочка, про эту стихию в своем исполнении. Огонь для меня играет очень большую роль. Я сама очень боюсь огня. Я боюсь воды и боюсь огня. Ну, как бы настолько прям, чтобы я не взяла спичку, не зажгла огонь, но я боюсь большого огня. Я в детстве видела пожар, горело поле, и оно настолько быстро развивалось, что, в принципе, ты думаешь, что ты успеешь, но ты просто не успела его потушить. И это поле просто вот в миг, оно загорается. Стихия, да. И у тебя появляется вот это вот ощущение, что все, ты уже ничего не можешь вернуть. Для нас огонь, он и друг, и враг. Он тебя накормит и согреет, и в то же время он тебя может просто испилить. Поэтому не давай людям подливать масло в твой душевный огонь, чтобы не разразился пожар. Для меня это важно. Пусть тебе не капают масло, когда тебе так плохо. И переходим к следующей стихии. Следующий у нас... Следующий у нас металл. Сейчас, вот он. Следующая работа это металл. Началось с того, что Нона познакомилась с тем драконом, который символизирует это состояние. Ноночка, расскажи. Для меня дракон, почему-то, когда я слышу о немею лепетала, для меня всегда ассоциация какая-то дракона. Потому что его вот эта металлическая чешуя, и его сила, мощь в когтях, в зубах, в его состоянии, оно ассоциируется у меня с металлом. Мандала, да? Металлическая. Да. Здесь присутствуют все элементы. Земля, вода, воздух. В принципе, он держит этот символ, символ всех стихий. И как бы он защищает. Для меня он защищен. Он добрый. Все началось. самая моя первая картина. Мне хотелось уйти на территорию Китая, выстроить себе защиту, выстроить себе помощника. И это была первая картина, с чего я начала. Стихия воды. Вот сначала в почеркушках, в рисунках, и потом вот такая композиция человеческим образом. Нона, расскажи, пожалуйста, про эту картину. Стихия воды. Я олицетворила ее с работой человека. Сунзи говорит, если ты сам от своей лени не будешь о себе заботиться, то ты погибешь. Именно лень. Здесь о лени. Если ты достаточно принесешь заранее себе воды, ты никогда не умрешь от жажды. Поэтому человек при отдыхе он в принципе запас уже достаточно водой и опираясь на это коромысло, он отдыхает смотря на воду. Потому что на воду можно смотреть бесконечно, как она движется. Это бесконечное движение воды и ощущение свободы. Именно вот это вот ты плывешь по этой воде, ты освобождаешь мысли, ты освобождаешь свои эмоции и при этом ты уже не погибнешь, потому что ты никогда уже не будешь испытывать жажды. вот работа, посвященная земле, из которого растет дерево, земля и дерево. Чем дорого тебе это пространство и что ты хотела здесь самовыразить? самовыражение я не знаю как самовыражение, но для меня хотелось создать пространство для человека, который может подняться вверх по этой скале, обнять дерево и отпустить все свои мысли вместе с потоком ветра, как ветер уносит лепестки сакуры. энергетически именно пригласить человека к этому дереву, чтобы его обнял, потому что я сама захожу на него, обнимаюсь с ним и все свои наболевшие мысли, которые я хочу избавиться, я опускаю вместе с этим потоком ветра. Это тишина ума, ты хочешь дереву отдать все суетливые мысли и остаться в спокойном состоянии без мысли. Отлично. Так, арт проект искусство войны. И вот здесь может любой человек фломастером написать свое ощущение от этой выставки. Здесь тоже экскрибрисы этих рыб, и каждый человек, зашедший на эту выставку, приходит в одном состоянии, а уходит совсем в другом состоянии, наполненным этими знаниями и этими визуальными формами. Хорошо, что нона умеет эти формы облечь в такой цветовой красочный как бы хоровод. Но помимо красок Ноночка очень хорошо использует графические свои рисунки, которые как бы обнимают эту графику и объясняют откуда движется мысль художника. Потому что графические рисунки всегда очень близки к тому, откуда зарождается мысль и как она потом развивается в живописную территорию. Когда человек приходит на выставку, он всегда находит ту работу, которая ему нравится больше всего. Мне, Елене Левичевой, больше всего нравится вот эта работа. Я бы ее спокойно взяла и поставила возле своей кровати, чтобы просыпаться рядом с этим образом, который к нам вещает две с половиной лет назад, две с половиной тысячи лет назад. Эта фреска была сделана и здесь же вот такие вот прекрасные орудия, которыми человек может себя защитить, даже если эти орудия будут духовными. Когда заходишь к ноне в галерею, попадаешь на территорию предметов, которые собраны за длительные длительные годы, на тюмортный фонд прекрасный и очень много восточных предметов, которые как раз пригодились в этом проекте, так называемой духовной территории, когда люди пьют чай и улучшают свое психологическое состояние. Нуночка, расскажи, пожалуйста, про мини-проект внутри проекта «Чайная церемония». Я считаю, что нужно идти от главной картины каждому чайнику, чтобы понять саму суть всей этой чайной церемонии. В традиции Китая есть чайная церемония. Я сейчас не буду про чайную церемонию, потому что очень много знают, что такое чайная церемония. Я сама родилась в Казахстане, и именно само чай пить, это провождение время при чаепитии с друзьями, с родственниками, оно здесь, к сожалению, потихонечку отсутствует. Для меня чайная церемония. Если у человека возникла какая-то проблема, не пытайся решить ее сам. В твоем социуме, в твоем окружении есть достаточно людей. Кто-то умный, кто-то тебя просто выслушает, кто-то тебя обнимет, кто-то тебе даст силы, и кто-то тебе поможет. В принципе, здесь говорится о состоянии, проблемы внутри себя, и при этом обратись к человеку, кто тебе поможет. Каждому чайнику я дала имя, дала имя, и как бы для меня выстраивание своей чайной церемонии при если у меня какая-то возникла проблема, то я приглашаю на свою чайную церемонию кого-то из родителей. К этому я еще приглашу своего супруга, свою лучшую подругу. я подключаю мысленно. Если мне не хватает мысленно этого человека, то я обращусь к этому человеку. Здесь даже для меня, например, очень большую роль играет вообще незнакомый человек. А где? Кто незнакомый? Незнакомец, это у нас вот, я как бы дала ему имя незнакомец, потому что даже если ты незнакомый человека остановишь на улице и спросишь у него что-то, он всегда тебе даст время. И я дала ему такие песочные часы, обозначила его временем, потому что он даст тебе время даже просто выслушать тебя. Незнакомый человек остановится и выслушает тебя. И этим ты уже будешь удовлетворен тем, что ты выговорился хотя бы. А враг если попадается? Нет, врагов здесь не врага. А вот чайничек весы что означает? Весы это умный человек, который все расставит, понимаешь, он себя держит в балансе. Умный человек всегда держит в балансе. Он не даст себе, скажем, он не будет злиться по пустякам, потому что он все развесит и скажет да или нет. Он всегда держит себя в балансе. Поможет тебе выпустить парк, как этот чайничек? Ну, скорее всего, да. Да, очень классно. Ну, для меня умный, это, знаешь, такой домашний, такой, такой вот, в нем тепло и уютно, такой, знаешь. Так это внутри самого человека тепло, уютно, и он делится с тобой. Родитель для меня это сердце. Это та самая любовь родительская, которая тебя оберегает. Сердце это родитель. Родитель. Замечательный проект чайничек. Вот когда нам попадается книга драгоценная в жизни искусства войны Сюн Дзи, мы ее берем в руку и кое-что оставляем для себя из этих мыслей. берем к себе в жизнь. А Нона Биттер еще и написала образ самого Сюн Дзи, который ей помогает осознать все остальные картины, возможно, даже в их развитии в будущем. Будем новый проект Ноны ждать как продолжение мыслей этого философа. Ноночка, расскажи про своего учителя Сюн Дзи. Учителем он останется мне, наверное, на последний мой отрезок времени. Я очень много чему научилась. Я научилась контролировать эмоции, научилась выстраивать стратегические действия, свои мышления. мнения. Здесь даже не сколько образ самого Сюн Дзи, а образ той философии, того умного человека, который набрался опыта и не распискает свои знания. в течение его долгих-долгих лет. Эти года я подтвердила длинный седой боротовый. Это те знания, которые он получил при своей жизни. И в принципе в той позе, которую он на тебя смотрит, это та поза, которую человек тебя выслушает. даже мне всегда кажется, что он говорит, чем я могу тебе помочь. Именно склонившись, слегка склонившись, такая фигура, он просто тебя уже хочет слушать. Вот для меня это такой всезнающий, духовный, долго прожитый человек, который тебя всегда выслушает и поможет. Хорошо. Сейчас будущее драгоценное и сейчас я хочу обратиться ко всем нашим студентам Аурума. которые тоже являются хорошими художниками и мыслителями каждый в своем направлении. Обратим внимание, как действует нонабитер и как она оформляет даже самые близкие к себе рисуночки изначальные и записи для того, чтобы эти мысли не улетели из головы, превратились допустим в такую картину, как ноночка, это почта голубиная? Да, это голубиная почта, это небесный почтальон называется, это голубиная почта. Что там? А там о свободе мысли. А голубь, он в принципе она свободная птица. Но именно почтовый голубь, он интуитивно всегда летит обратно в ту среду, откуда его отпустили, где его выросли. Кажется ли почтовый голубь свободной птицей? У него есть задачи и цели. Именно здесь о свободе, но интуиции все-таки служить. Для меня как для художника действовать свободно это привилегия, но как бы я служу своей мысли. Все мысли, которые у меня в голове, они все-таки интуитивно обреждаются на бумаге и переходят в холст. Здесь о свободе мысли, о свободе действия. Да, не зацикливаться. К этой мандали хочется вернуться домой. И переходим вот эта работа тоже очень интересна философской своей насыщенности. Ноночка, расскажи, одна рыба поглощает другую, третью, и вот этот маленький карасик. Здесь каждый в своем действии. Вахсан называется картина. Будь бдительна. Она большая, но все задействовано в этой маленькой рыбке. Что произойдет все-таки с этой рыбой? Ты сам и есть эта маленькая рыбка. Наестся ли эта рыба большая этими рыбами? Освободится ли рыба вообще из пасти рыб? Наестся ли она и захочет она его съесть, или она все-таки уплывет? В этот же момент рыбак ее хочет поймать. Женщина в дискуссии отвлекает мужчина от его действия ловить рыбу. Отвлечется ли этот мужчина? Будет ли желание женщины, которая не хочет стирать? Задаст ли ей все-таки как бы урок свои вещи? достигнут ли эти женщины своего, чтобы она стирала свои вещи? Здесь у каждого свое действие. Именно спасется ли рыба от этого всего? Останется ли она свободной? Быть ей бдительной? Всегда надо быть бдительной. И на каждой вещи обращать внимание. Мелочей не существует. Замечательные вот эти вот, они такие прям скульптурные. А почему? Потому что Нона с детства является дочкой очень хорошего рыболова Александра, который ловит рыбу беспрерывно. И вот от себя я хотел бы задать вопрос, который наверняка задают или зададут многие наши студенты. Нона скажи пожалуйста, а вот как нашим художникам начинающим и каким-то даже продвинутым художникам мыслить уже не просто масштабами картины или нескольких картин, а вот мыслить проектами? Что для этого надо сделать? Скажу от себя как у меня было. Я думаю, что мысль она может прекратиться если ты заинтересован в том, что ты делаешь, если ты поймал интересно о какой-то вещи, если ты хочешь беспрерывно об этом говорить, то у тебя создается сам по себе целый проект. Если у тебя достаточно мыслей и слов об этом сказать, то у тебя будет действительно большая коллекция картин, который со смыслом, живописным слоем, который хочется смотреть, хочется себе объяснять, хочется объяснять смотрящему, хочется любоваться этим. Я думаю, если есть о чем говорить себе самому, о чем рассказать, то у тебя будет а вот допустим, если женский образ, написанный на таком длинном высоком холсте в полный рост, как может быть женщина нежным воином, который защищает и себя, и всю свою семью, и тех, кого она любит? Моночка, расскажи нам, как женщина может это делать? для меня это женщина это воин женщина, для меня это знакомка, здесь суть другая, отключи слово. Ну, как слово отключи? Это неправильно.